ЗВОНОК В ДВЕРЬ В Субботу уже вечером у меня началось. Вчера целый день лежала. Успевает только в туалет бегать. Это что-то кошмар. Кого винят садоводы в массовом отравлении? Как это может быть? Две улицы, например, ну дальше-то я не знаю, может и там есть. Мы же вместе с одним столом не сидели, с одного котла не ели. Пьяный лихач представился Мигелем. Сколько выпивших нарушителей поймали инспекторы. Неудачное падение. ЧП во дворе. 50 лет октября 6. Его дом, ни адрес, ни улица. Почему Нижнекамец живет на остановке? Отличников больше, чем двоечников. Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Парковок нет, а проблем много. Ой, да, аварий. В прошлый раз меня даже здесь задели. На что еще пожаловались депутатам-горожане? Зачем по городу ездит лошадь с повозкой? В деревнях эта традиция еще жива, а в городе как бы она уже, ну, к сожалению, так скажем, истребила себя. Сабантуй возрождает традиции. Это Нижнекамские новости на телеканале НТР. В студии Айгуль Яблонская. Здравствуйте. Взятка привела на скамью подсудимых. Сегодня в городском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела механики Нижнекамского завода цельнометаллических конструкций. Марату Зарипову предъявлено обвинение в вымогательстве подряд на организации крупной суммы денег. Подробности у Яны Чупахиной. Коммерческий подкуп или попросту взятка. Этим закончилось деловое сотрудничество двух нижнекамских компаний. Следствие считает, заказчику завода у металлоконструкций требовался капитальный ремонт объектов. Подрядчик же тянул со сроками выполнения, находя все новые причины для невыполнения обязательств. Казалось бы, вполне обычная ситуация. Ведь в России, как утверждает статистика, в более 50% случаев на промышленных объектах не выдерживаются ни сроки ни строительства, ни капитального ремонта. Но в данной конкретной ситуации попытка выйти из затянувшегося капитального ремонта привела участников этой ситуации в зал суда. В результате заместитель начальника отдела механики Марат Зарипов обвиняется в том, что получил от представителя подрядной организации «Нефтехимстрой» 100 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по одному из объектов. Деньги были перечислены на банковскую карту дочери Зарипова. Странность в том, что давший взятку сам же и сообщил об этом в правоохранительные органы. «Сообщил, поскольку решил выполнить свой гражданский долг и сообщить правоохранительным органам о совершенном преступлении с целью того, чтобы впредь данный человек не совершал эти аналогичные преступления и не препятствовал выполнению договорных обязательств в отношении других организаций». Остается открытым вопрос, при каких обстоятельствах была получена взятка. В результате вымогательства, либо по собственной инициативе подрядной организации. Представители последние уверяют, что им создали условия, препятствующие нормальному ходу работ. Впрочем, полную картину можно будет воссоздать только после показаний всех свидетелей, в том числе руководителя «Нефтехимстроя». Следующее заседание суда назначено на 19 июня. В случае доказательства вины посудимого ждет до 12 лет лишения свободы, либо штраф, многократно превышающий размер взятки. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Почти 40 пьяных водителей задержали инспекторы ДПС за эту неделю. Последний случай произошел на улице Мурадьяна при выезде с Красного Ключа. Подозрение у дорожных полицейских вызвало десятка, которая двигалась по направлению к городу, маневрируя. Лихача остановили. Оказалось, что водитель был пьян. 39-летний мужчина еле стоял на ногах. Ругался с нашей съемочной группой и называл себя почему-то Мигелем. Машину у горе водителя изъяли, а самого отправили в наркологию. Мигель, здесь купили все твои страховые полиции. Нет, я тебе его положу. По словам сотрудников ГИБДД, водителю придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. И, скорее всего, по решению суда его лишат прав на два года. Кстати, о правах. Росгострах снова выдали право выдавать полисы ОСАГО. Напомним, не так давно страховая компания была лишена такой возможности. При оформлении ОСАГО Росгострах постоянно навязывал своих клиентам дополнительные услуги, в том числе страхование жизни. Будут ли страховщики соблюдать закон после наказания, покажет время. И к другим темам. Дачники садового общества строители жалуются на тошноту и рвоту. Своё плохое самочувствие садоводы связывают с недавно проведённой в лесу санитарной обработки от комаров и клещей. Однако, со слов сотрудников, проводящих дезинфекцию, отравиться препаратами против насекомых дачники не могли. Наталья Лушникова разбиралась в проблеме. Травили комаров, а отравили дачников. Именно такой фразой встретили нашу съёмочную группу возмущённые люди. Субботы уже вечером у меня началось. Вчера целый день лежала. Успевает только в туалет бегать. Это что-то, кошмар. И у моих соседей, девочки, вначале одну отправила на скорую мать, потом ночью вторую. Потом она уже через день сама заболела. Но сама уже отлежалась дома. Вот у нас тут ноги так болеют. Думаю, всё-таки это всё санэпистанцией связано. Комаров же морили, говорят. В субботу ночью, короче, увёз жену в больницу. У неё плохо стало. Я уже объяснил вообще. Тошнота, рвота и прочее. На месте событий выяснилось, что обработка на территории Майдана не только была, но всё ещё ведётся. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии утверждают, что вещества, которые они распыляют, опасны только для насекомых и не могут стать причиной отравления людей. Вот везде по периметру, где обработку проводили, висят объявления. Мы таким образом предупреждаем людей, что в течение 40 дней травы и лекарственные нельзя собирать, ягоды нельзя собирать. Мы вглубь леса ушли 500 метров. Сейчас, в данный момент, обработку провели. Вот продолжаем внизу. А те огородные массивы мы не проходили. В подтверждение этого говорит и тот факт, что работники, готовящие Майдан к предстоящему Сабантую и находящиеся в непосредственной близости от мест санитарной обработки, на самочувствие не жалуются. Вы вот как себя чувствуете, вы можете сказать? Чувствуем нормально. В Центре гигиены и эпидемиологии нам также сообщили, что ни одного сигнала об отравлении после санобработки к ним не поступало. Не подтверждают факт массового отравления и врачи. Информацию, которую запрашивают с телевидения, не соответствует действительности. Массовое поступление в отделение, которое занимается патологией дыхательной, которая бывает при отравлениях, или токсикологической, в данный момент не наблюдается. Единственное, пациентка находится в инфекционном отделении с клиникой осокишечной инфекции, но это характерно для этого времени года и при нахождении на дачных участках. Однако ставить точку в данной истории еще рано. Одна из дачниц написала заявление в прокуратуру, сотрудникам которой и предстоит выяснить истинную причину отравления людей. Наталья Лошникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. На свою управляющую компанию жалуются некоторые жители Химиков 58. Бабушки недовольны тем, что в их дворе дом управления не создает условия для высадки цветов. Дело в том, что на участке нет ограждений у обочин. Из-за этого машины то и дело заезжают на газон. Сегодня жители микрорайона встретились с техником своей управляющей компании лицом к лицу. Два дня был очень сильный ветер. Много деревьев попадало. Мы все это собрали, чтобы с одного места трактор, чтобы везде по газонам не ездил. Мы в одно место собрали и завтра с утра это все будет вывезено. Я поэтому попросила дворников в одном месте все собрать. А вот во дворе дома 50 лет октября 6 другая проблема. Если в опале березка стояла, то там она упала. Причем не очень удачно. От падения дерева серьезно пострадал припаркованный во дворе автомобиль. Мириться с таким положением дел его владелец не захотел и вызвал полицию. Остался лишь каркас до лавочки. Речь идет об автобусной обстановке около магазина Навруз. Уже несколько месяцев она находится в разбитом состоянии. У нее нет крыши и стен. Во время ветра и дождя нижнекамцам элементарно негде укрыться. Видно же, что она плохая. Это же не остановка, не для людей предназначена. Очень плохо, я считаю, потому что во время дождя негде будет укрыться, допустим. Или когда жарко, чтобы хотя бы была маленькая тень. В отделе благоустройства нам пояснили, что это безобразие дело рук вандалов. На сегодняшний день как раз подсчитывается причиненный ущерб. Со слов заместителя департамента ЖКХ остановку отремонтируют в течение двух месяцев. Сейчас решается вопрос финансирования. В прошлом году мы сделали ремонт, полностью ремонт. Вандалы разбили эту остановку. Сейчас мы подсчитываем уже, подумаем, как антивандальными материалами сделать эту остановку. То есть она будет подороже, намного подороже. Изыскаем возможности. И мы сейчас сделаем. А вот герою нашего следующего сюжета остановка на сквере Лимаева пришлась по душе. Дело в том, что 46-летний мужчина там живет и ночует. Мы уже рассказывали об Альберте Саберзианове, который каждое лето бомжует на этой самой остановке. Тем не менее, в службу новостей постоянно поступают звонки от жителей города. Многих волнует его судьба. Алсу Юматова продолжит тему. Альберт Саберзианов знаком многим горожанам. Живет он на остановке около мечети. Правда, только летом. Зимой он проходил лечение в психиатрическом диспансере в Казани. У мужчины эпилепсия. По словам Альберта, из дома его выгнала сестра. Вот этот мечет помог, да? И магазин, да? И все. Да и вообще, если верить этому мужчине, он человек верующий. Шесть лет жил в Свияжском мужском монастыре. Работал в трапезной. Беды, которые легли на его плечи, всего лишь испытания Божьи, считает он. А он дает испытания. Бог его испытывает? Или сам мужчина виновен в своих бедах? Мы решили спросить у той самой сестры, которая якобы выгнала его из дома. На камеру женщина говорить не стала. Но в квартиру пустила и все объяснила. Вот часть диалога. Ни благодарности, ни спасибо. Я как будто, знаете, вот... Он вам сводный брат, да? Да, он мне сводный брат. Мама его в три года усыновила. Когда мама умерла в 98-м, нам говорит, что Фредаград, пожалуйста, не бросай моего сына. И знаете, да, вот это вот, знаете, мать, конечно, очень хорошо сгнает. Мама за него сахарный диабет получила. По словам женщины, сводный брат напрочь отказывается работать, ссылаясь на проблемы со здоровьем. При этом занимает деньги, берет кредиты. И, как говорит сестра, из монастыря его выгнали, потому что был нечист на руку. Почему не идете работать? Вы еще молодой. Я не могу. Я на второй группе. Вот и весь ответ. Как бы там ни было, лето кончится, и мужчине придется где-то жить. Между тем, мужчины уже заинтересовались в полицейские. Выход из ситуации есть. Альберту Саберзянову. С его диагнозом эпилепсия можно попасть в психоневрологический интернет в Камских полянах. Для этого лишь нужно написать заявление в социальные органы. Асуиматова, Ренат Харасов, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов обязательный экзамен в этом году удалось дать четверым нижнекамским школьникам. Счастливчиками стали один выпускник из 28-й школы, Афанасовской и двое школьников из 25-й гимназии. В прошлом году наивысший балл по русскому языку был всего у трех выпускников. Но есть и те, кто экзамен провалил. Таких в Нижнекамске двое. В целом же средний балл по городу значительно лучше, чем показатели прошлого года. Заверили нас в управление образования. Совсем скоро лучше станет и ситуация на дорогах. Полным ходом ремонтные работы сейчас идут на проспекте химиков. После этого начнут восстанавливать дорогу на улицах Лесная, Спортивная, Гагарина и Строителей. Далее спецтехника заедет на Баке-Урманче. По графику залатать все дыры должны в июле месяце. Везде ямы. Невозможно ваши. Местами ваши плохо. Ну, здесь-то более-менее все вроде бы делать, стараются. Думаю, в дальнейшем нормально будет отремонтировать. Надо ремонтировать, в конце концов. Сколько можно терпеть, ждать. Сколько платим налоги на дороге. На дороге не ремонтируют. Особенно, посмотрите, яма на яме. Невозможно ездить. Тут и аварии случаются. Волнуют нижнекамцев не только плохие дороги. На отсутствие парковок выяснилось это в ходе встречи населения с депутатами. Аделия Сатарова продолжит тему. В городе не хватает парковочных мест. Особо остро эту проблему ощущают жильцы домов неподалеку от пенсионного фонда. Водители не знают, где оставлять свои машины. В прошлый раз около магазина. Там, там оставляешь. Сюда заехать невозможно. Стоит знак для служебных машин. Заехать невозможно. Большое неудобство. Вплоть до аварии. В прошлый раз меня даже здесь задели. Как бороться с этой и другими проблемами обсуждали на отчетной встрече депутатов городского совета в 32-й школе. Стоят машины. Даже ходишь мимо машин. Прям упирается везде. И я уж не говорю то, что гоняет. То есть я этот вопрос подниму. Узнаем и отвечу вас. Позвоним вам. Кроме этого, Марс Мустафин подвел итоги работы за последние несколько лет. Стараемся решить все. Но процентов 70-80 они решаются. В основном вопросы, конечно, это бытового характера. Это связано с ЖКХ, то есть стоимость ОДМ, повышение тарифов. Потом следующий вопрос это дороги, инфраструктура города. То есть то, что близко именно к каждому жителю нашего города. Встреча депутата с избирателями прошла и в 28-й школе. Была такая очень конструктивная встреча. Во встрече принимали участие и управляющие компании, директор департамента строительства ЖКХ Алексей Владимирович Харитонов, все начальники домоправлений, также были участковые, весь актив микрорайона. Была такая очень доброжелательная, хорошая встреча. Я сделала отчет вообще о всей нашей работе. Работа проводится депутатам немалая. Поэтому вот и собираем наше население микрорайона для того, чтобы люди могли узнать, что было сделано за этот период и могли свои наболевшие вопросы задавать. Подобные диалоги с властью будут проводиться и далее. Узнать о том, где пройдет встреча с депутатом вашего округа, можно по телефону 4171-95. Абелия Сатарова, Рафаэль Ракипов, Максим Липин, Новости НТР. В Нижнекамске решили возродить старые добрые традиции. В преддверии Сабантуи по городу курсируют повозки с лошадьми, а в них сидят артисты. Они заезжают во дворы и устраивают для горожан концерты. Взамен просят подарки, которые потом будут раздавать на праздники плуга. Такая традиция в деревнях существует до сих пор. Как отреагировали на новшества горожане, расскажет Аделя Сиразова. Высокая, гордая кобыла с мужским именем Яшка последний раз красовалась на публике ровно год назад на прошлогоднем Сабантуе. Сегодня она вновь готовится к празднику плуга, исполняя роль добычицы. Яшка специально приехала из тела Кормалы собирать подарки к Сабантую. Не менее интересно нижникамцам наблюдать за выступлениями артистов. Они приехали на повозке, во главе которой сидит руководитель местного народного ансамбля Флюргани Мухаммедов. Наигрывая мотивы татарских мелодий, он громко поет и заводит толпу. Дело в том, что ездить на повозке в преддверии Сабантуя это старая традиция. Артисты веселят народ и собирают подарки, которые будут дарить на празднике плуга. Можно приносить любую игрушку для детских, чтобы детям можно было подарить полотенце. Кто бывал на Сабантуе на празднике, они знают, что подарить. Дело в том, что в деревнях эта традиция еще жива, а в городе как бы она уже, к сожалению, так скажем, истребила себя. То есть это связано по многим причинам. Но нужно сказать, что в этой доброй традиции есть хорошее то, что люди, когда отдают подарки, они надеются на что-то хорошее, на доброе, мечтают, чтобы их какие-то желания воплотились в жизнь. Однако подарков в этот вечер собрали немного. Как ответили организаторы, основной целью было создать праздничное настроение перед национальными гуляниями и просто порадовать нижнекамцев. Это у них получилось. Только что подошла вообще и не хочется уходить даже. Такая красота. Почаще бы такое представление было бы у нас. Мы приехали с Башкирии к вам в командировку на Татнефть. Очень красиво, приятно смотреть на это все зрелище, то, что вы делаете в честь Сабантуи, то, что урожай посадили. Татарьи все, наверное, рады. Ну и мы, естественно, тоже вместе рады. Надо сказать, что подобные народные гуляния и сбор подарков будут проходить также 9 и 10 июня на разных улицах города. Адель Сиразова, Евгений Лозаев, новости НТР. На сегодня это все. Далее на канале НТР спортивный обзор с моим коллегой Вадимом Струминским и новости на татарском языке. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 41 13 13 и 077. Также пишите нам на сайт НТР-ТВ.ру Увидимся с вами завтра в 10 утра. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Все под одной крышей. Это боксеры, дзюдоисты, каратэ-сюдакан, заезжают маленькие детишки. В Олимпиад заехали нижнекамские спортсмены. Площадки, они хорошие. Как проводят свой досуг юные дарования. Прыгнул на педестал. Алсу Муртайзина стал призером очередных состязаний. Об этом не только. Сразу после рекламы. Автошкола «Автоледи» объявляет акцию. Только в июне стоимость обучения 15 тысяч рублей. Наши адреса Мира-16, а также торговый центр Сити-Центр, третий этаж. Телефон 8-917-879-35-35-35. Фирма ОМИС производит чистку и стирку ковров на современном оборудовании. Увезем и привезем ваши ковры бесплатно. Телефон в Нижнекамске 48-90-30. Автобусные маршруты в Солилецк, Анапу, Геленджик. ПТП-1. Вот это новость! В магазине «Тамара» только 14, 15 и 16 июня в честь дня рождения скидки 23% на всю электротехническую продукцию. Лампы, счетчики, люстры, кабель и многое другое. Магазин «Тамара». Уют в доме начинается со света. 13 июня ждем всех на Сабантуй. Праздничные мероприятия начнутся в 9 утра. В 10 начнется яркий театрализованный пролог. Также в программе конные скачки, выступления мотоциклистов, национальная борьба, игры, забавы, концертная программа с участием артистов Нижнекамска и Республики Татарстан. Отпразднуем вместе! Поговорим о главных спортивных событиях нашего города в студии Вадим Струминский. Здравствуйте! Нижнекамская легкотлетка стала серебряным призером на всероссийских соревнованиях. Турнир на призы заслуженного мастера спорта Юлии Печенкиной прошел в подмосковном Ерине. Представительница спортклуба «Нефтехимик» мастер спорта международного класса Алсу Муртазина выступала в тройном прыжке. С результатом 13 метров 31 сантиметр наша спортсменка стала серебряным призером. Вообще не планировала выступать в Ерину, но в последний момент решила поехать. Надо же с чего-то начинать. Своими прыжками очень недовольна. На тренировках ноги держали и результаты были совсем иные. А тут ужасные проблемы с разбегом. Все попытки делала с резины, с большим недоступом. Где можно увидеть волейболистов, борцов, лыжников и каратистов, тренирующихся параллельно и под открытым небом? Ответ на этот вопрос точно знает спортивный лагерь «Олимпийц». Именно туда накануне заехали представители вышеперечисленных видов спорта. В лагерь стартовала первая смена. Отличная как спортивная, так и культурно-развлекательная программы. О том, как ребята будут проводить свой досуг, узнаете прямо сейчас. Слегка прохладное утро отдыхающие встречают на улице. Если центральный стадион лагеря пустует, то возле своих корпусов юные спортсмены ведут себя очень активно. Уже через несколько минут у них начнется утренняя тренировка. «Олимпийц» вновь распахнул свои ворота для нижнекамских спортсменов. В первую смену заехало более 200 человек. По традиции у нас, конечно же, в первую смену заезжают волейболисты, девочки, полностью команда сборной Нижнекамска. Это боксеры, дзюдоисты, каратэ-сюдакан заезжают маленькие детишки, пловцы, лыжники, достаточно большое количество, самое большое количество их, более 40 человек с тремя тренерами. Вольная борьба, дзюдо, как я еще говорил, и легкая атлетика. В этом году все три смены тематические. К примеру, тем, кто заехал в лагерь в июне, было предложено примерить на себя роль пионеров. Отдыхающие второй и третий смен будут учеными и скульпторами. Насыщенная культурно-развлекательная программа помогает спортсменам немного отвлечься от своих прямых обязанностей ежедневных тренировок. То, что мы не сможем в спортзале тренироваться, допустим, много бегать надо нам, развивать ловкие субстраты, потом на свин воздухе гемоглобины накапливают, которые нам нужны в дальнейшем. И бегать, прыгать, плавать. Для того, чтобы тренировочные процессы наших спортсменов были эффективными, в лагере созданы все условия. В этом году спортивные площадки олимпийцы претерпели значительные изменения. Мы построили в том году перед спортикадой химкомбината площадки новые волейбольные, там новое покрытие Мондо, хорошее покрытие, цельное. Также, естественно, мы закупили новые ворота. Мы поставили новый тент для борцов, под которым они могут сейчас заниматься, не боясь дождя, то есть там будет лежать борцовский ковер, татами, и, скорее всего, может быть, мы какую-то междуусобную тренировочку в виде соревнований проведем. Как раз на новой современной площадке свою тренировку начали волейболистки. Количество девушек в лагере внушительное – 30 человек. Спортсменки будут готовиться к новому сезону. Он стартует в сентябре. Нужно усиливать физическую подготовку, будем тренироваться, кроссы бегать. Ну, в основном, будем бегать кроссы, по лесу, на поле, и с мячами будем. Может, и игровые иногда будут. Контингент отдыхающих олимпийцев – некая константа. То есть ежегодно сюда заезжают спортсмены, которые постоянно проходят предсезонную подготовку в лагере. Новичков в этой смене менее 30%. Однако те, кто впервые отдыхают в олимпийце, своим времяпровождением довольны. Тут очень интересно, мне рассказывали. Тут можно заниматься спортом на природе, не как у вас в их остальных лагерях. Здесь очень все красиво, ухожено. Площадки, они хорошие, удобные. Впереди у ребят много интересного, но ближайшие спортивные состязания пройдут уже в конце этой недели. Для самых маленьких проведут соревнования по пионерболу. Более крупный старт намечен на 15 июня. В лагере пройдет легкоатлетический турнир. В городе прошла спартакиада среди сотрудников МВД Нижнекамского и Альмитинского районов. В составе команды были сотрудники подразделений уголовного розыска, экономической безопасности, противодействия коррупции и отделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Программа состязаний включала в себя несколько силовых видов. Это разборка, сборка боевого пистолета, поднятие гирь, прыжки в длину, отжимания и перетягивание каната. Кульминацией встречи стало проведение игры по тактическому пинболу. Участникам необходимо было преодолеть четырехкилометровый кросс, в обозначенном месте установить палатку и водрузить на ней флаг своей команды. Последующей задачей было отстоять свою территорию и уничтожить противника, используя пинбольный арсенал. Нижнекамские оперативники взяли верх четырех из пяти номинаций и в итоге стали победителями спартакиады. Бильярд на клубе «Красный шар» состоялся третий турнир среди команд школ, лицеев и гимназий нашего города под названием «Летом с папой вместе». Участие в турнире приняли Красноключинская школа, гимназии 32 и 34, лицеи 14, школы 10, 20 и 21. Победителями соревнований стали представители 34-й гимназии Сергея и Анатолий Якимовы. Второе место заняла команда Сабира Шакирова и Оксаны Ладунской. Бронзовыми медалями были награждены команды лицея номер 14 Всеволод Румянцев и Александр Максимов и 10-й школы Айдар Хабибуллин и Эдвард Шапарев. Подходит к концу клуба города по футболу определились имена двух полуфиналистов. Ими стали клубы «Ешлег» и «Полимер». Последний со счетом 7-2 разгромили в четвертьфинале второй состав команды «Нефтехимик-99» в свою очередь «Ешлег» оказался сильнее первого состава «Химиков». Основное время матча завершилось ничью 1-1 а в серии пенальти вверх взяли игроки команды «Ешлег». И на этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. Погода в Нижнекамске на 10 июня. Ночью плюс 11 градусов. Утром небольшой дождь плюс 15 градусов. Днем малооблачно плюс 18 градусов. Вечером плюс 12 градусов. Ясно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Влажность воздуха 55 процентов. 5-5 метров. ВИДЕО ВИДЕО ПОНОЕ ВИДЕО 2-6 метров. ВИДЕО ВИДЕО КОРОХА Субтитры создавал DimaTorzok